Привет! Ровно год назад мы в третий раз стали родителями, и у нас родился Мирон. Ему, кстати, здесь год. Давайте перенесемся чуть назад, вспомним, как это было, а потом посмотрим, как мы отметили ему годик. Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Целый год Настенка фотографировала Мирончика на его пеленочке, и сегодня все, ему 12 месяцев. Паследний. Да, с пеленочкой можно попрощаться. На всю пеленку вырос. А Настенька сделает калашик, выложит у себя в телеге, поэтому обязательно... Как он рос. Да, посмотрите все 12 фотографий на этой пеленочке. Я думаю, что это очень интересная идея, поэтому к Настеньке залетайте, у нее это будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровно год назад в это время в Краснодаре Настенька сказала, все, поехали славян рожать. 27 августа, на часах 23.10, и мы поехали. Стенчик, крепись. Вот Настенька держится молодцом. Вот видите, она даже вам улыбнулась. Приятная атмосфера. Свечка горит. Наш малыш. Он возмущается. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот он маленький, да? Там дедушка, да? А то ты, мама, меня тут только из не пойму я. Первая поездка Мирона к морю. Мирончик, это море. Мироша, это Средиземное море. А не, гу-гу-гу-гу-гу-гу. Кто такой большой? Я говорю, пап, целуй, целуй, мои карамелечки. Мироша, ты гуляешь на улице в первый снег, да? Гуляешь, глазинишь. Сегодня Мирону исполнилось 5 месяцев. Кому 6 месяцев с половиной, а он уже сидит. Что, пацаны, с переездом в Геленджик? Довольны, Жук? Суровое детство. На пусть сейчас будет всю грязь собирать. Мирон разрабатывает первую моторику. Знакомство с песочком и с водорослями, да, Мирош? Надеюсь, ты пробовать это не будешь. Будешь, конечно. Тише, нельзя, а я и в рот. Нет, сынок. Мирош, ты что делаешь? Мироша, Мирон. Да вон, вон расслежу. Нельзя жевать. И путешественник во времени. Молодец. Мирончик, бабушке привет. Мирон, это твой опыт новый, да? Привет, сынок, привет. Это называется как, зайчик? Отдых в машине? Так, я попросила его не дергать. Мавочка, меня отец ждал. Мой отец ждал. Готовимся к дню рождения Мирончика. Первые посылочки мы уже получили. Здесь ему наряд. И огромная коллекция шариков. Шарики нам нужны на фотозону. Ну и, собственно, костюмчик тоже на фотозону. Но в костюмчике он будет потом ходить. Мы сейчас решаем вопрос с тортом. Настя уже отправила свой эскиз торта, который должен быть. Торты мы заказываем уже на протяжении 5 лет у одной женщины в Подольске. И, как правило, мы ей просто показываем, что мы хотим с небольшими доработками. И она это делает. А сейчас, как бы, получается, что это полностью импровизация. Как получится, хрен его знает. Надеемся, что все сделается хорошо. То есть, там есть зверята, которые, как бы, не мультяшные. Это просто, ну, мы нашли от шариков. Что касается шариков, мы тоже заказали, то, что я вам показывал, пришла эта вот посылка. Их много. И сейчас решаем с одним магазином, который нам будет их надувать. Как это все дело? Который на сегодняшний 5 лет надувает. Да, да. Это мои соседи, когда у меня был магазин в шоурум в Подольске. Они были по соседству. Вот мы очень дружим. И они, как бы, нам надувают постоянно. У нас у Мирончика вылезло уже целых 6 зубиков. Сейчас лезет седьмой. И мы, как никто другой, знаем, как даются зубки. И, конечно, многие спрашивают, как мы помогаем малышу. Так вот, сейчас у нас закончилось наше верное средство, которое помогало нам и со старшими детьми. Я сейчас заеду и куплю. С тремя детьми мы используем именно Дантинорм Бэби. На, держи на все. У него нет ограничений по возрасту. Он действует до 24 часов, в отличие от гелей, которые действуют всего лишь час. А еще он комплексно действует на весь организм. Не только снимает боль, как гелия, но и лечит всю симптоматику. Единственный препарат, который одобрен стоматологическим сообществом, нам, как родителям, это важно. Дантинорм Бэби – это раствор. Одна доза – 1 мл. Находятся они в полиэтиленовом контейнере. По инструкции рекомендовано принимать по одной дозе 2-3 раза в день. В перерывах между кормлением в течение 3 дней. Приобрести, кстати, можно в любой аптеке. Вкусненько. Давай еще. Спереди такая дымка из-за лесных пожаров с Лизанской области. Пахнет на улице гаррием. Мы заехали в Москву, едем по варшавке. Я на юг варшавке. Когда-то вот в этих вот цветных домиках, когда они там строились, мы с Настенкой хотели купить квартиру. Хорошо, что не купили. Мы приехали в Коламбус, который находится на метро Пражеская. Наш такой, один из любимых торговых центров. И, короче, смысл в том, что у меня на машине стоит этот большой бокс. И это минус, потому что ни на одну парковку, которая, подземный паркинг, я не захожу. И мне приходится теперь искать везде парковки вот так вот на улице. Самое, что интересно, что мы проходим по удостоверению многодетства на бесплатную парковку, но мы с этим не заморачивались и не оформляли. Там на Мосреге где-то это надо делать, но мы не оформляли, потому что мы особо здесь не живем. И сейчас, короче, не охота. Вот он главный вход в Коламбус. Обычно мы заходим всегда с парковки, заходили. А сейчас заходим с главного входа. По-моему, первый раз мы будем заходить с главного. Вот мы внутри. Вот такая здесь обстановочка. Это первый этаж. Вон впереди виднеется Зара, но она закрыта. Посмотрим, что еще закрыто. Вообще, мы сюда приехали для того, чтобы нам купить на фотосессию какой-то лук, потому что, веронечка, завтра день рождения. Ай, чендем работает. Пойдемте смотреть. Так одеваемся только мы с Настенькой, потому что очень часто мы покупаем одежду в отделе для малышей. Вот, например, шорты мне. Пожалуйста, подростковые. 13-14 лет. Мне они как раз. Вот мы ходим, ходим уже часа, наверное, на два. И у нас такая проблема. Настенька придумала образ. В итоге мы все все купили. А у Настеньки? А Настенька не знает, что ей купить. В итоге ничего отдельного нету. Даже не знаю, чем это все закончится. У Настенька ничего себе не выбрала. Ну как ничего не выбрала? Она выбрала крошку-картошку. Вот. На этом шопинг, как говорится, походу закончится. Сто лет не ели крошку-картошку. Вот зашли вот так вот красная рыбка, укроп, еще красная рыбка, крабы. Это куриная грудка. Будем кушать. Приятного нам аппетита. Это невероятно. Спустя почти 5 часов мы это сделали. Ну рассказывай, кому завтра годик? Тебе? Рассказывай, куда ты идешь? Ааа, с рук вырывается. Мы переехали в Подольске и идем сейчас забрать ему подарочки, которые купили. А он засранец не хочет. Ну все, беги. Все. Пошагал. Иди. А почему всегда в другую сторону? Собственно, вот то, что мы все купили. Все по красным ценникам. Вот посмотрите, например, шорты 2 400 стоят. Мы их купили за 500 рублей. Три пары. Ну, вы помните, да, Грил, мне подростковые подошли до 14 лет. Отцу тоже футболку вместо 1800 купили за 500. Вот это вместо 1400 купили за 400. Это мне футболка. Это мальчишкам купили. Вот по 300 рублей вообще. Настенке. Вот юбка вместо двушки 300 рублей. Вот видите, какие скидки огромные. Вместо 1400 рублей это футболка. Ну уже завтра покажем, как мы будем выглядеть. Как же Мирончик любит авокадо. Сыночек, тебе в Турцию пора. Там будет его бесконечно, понимаешь? Мы забрали подарочки. Давно будем вручать. Теперь идем надувать шары. Прикольно, с имеником забрали подарочки. Он еще не шарит. Ну, он еще не шарит, да. Самое интересное, что вот с этими шарами нам зарядили сначала вместе с гирляндой. Пятак, прикиньте, надуть. Это что они свои, да. Учитывая, что свои шары. Пять. Короче, трындец. И мы решили от гирлянды... Мы решили сами. Нет, мы решили от гирлянды отказаться, потому что непонятно, как ее крепить там. А если с гелем, то еще дорого. То есть, пятак это надуть ее воздухом. И мы решили отказаться. Ну, что получится, чуть позже покажем. Короче, надо было ехать на машине. На улице ветер. Славик-то так несем. Надеемся, что не лопнет, потому что на завтраках надо везти все это надо. Да, Мироша спать захотел, вредничает. Тебе же на день рождения подарки. Вон, забрали шары. Красоту всякую. Да, сейчас приедем домой. Явтра поедем, фотографироваться будем. Поставили все это дело на балкон. Кое-как допер. Самое интересное, что несешь-то вроде воздух, а руки болят так, как будто бы ты нес какую-то гирю 50-килограммовую. Вот парадокс. Ладно, друзья, чуть позже покажу вам уже в студии, как это все будет выглядеть. Ой, вкусно, да? Достаточно, сынок, достаточно. А мне я... Ой, бабушка, ты посмотришь. На ужин у нас роскошный плов. Знаете, какая каста. А вот так эта красота выглядит на тарелочке. Все, мы мчим на фотосессию. Едем в две машины. Родители везут шары. Я везу всех остальных. Так, надо с той стороны, ребят, садимся. На улице гарь просто нереальная. Так, мы по пути приехали за тортиком. Так, а подъезд какой он не носил? А? Торт забрал. Думал немножко вам его показать, но нет. Ожидайте, сейчас в фотостудии покажу. Сегодня был прикол. Ночью такое ощущение, что Мирончик, он чувствовал, что он рождается. И в момент, когда он родился, он проснулся и не засыпал. Плюс у нас с Настенькой была бессонница до... До скольки, до полтретьего, да, по-моему? До полтретьего. Вот ровно, как год назад было, что мы не спали в это время. Были с ним первые вот эти часы. Прям какая-то интересная штука получается. Сейчас уже едем на фотосессию. Время 9.57, но с 3 минуты до начала. Мы заехали уже на территорию. Но не попали еще в фотостудию. Шары все не смогли сохранить. Два шарика лопнуло. Одиночью лопнул золотой. И с этой стороны вот здесь вот тоже лопнуло. Ну, короче, немножко печально. Мирончик, это все для тебя, Сина. Пойдем. Все, наша банда вся в сборе. Вот здесь вот будем фотографироваться. Вот наша зона первая. И вот вторая. Кстати, два золотых шарика лопнуло из той. Гирлянда получается из этой. Вот он самый главный, человечек наш. Да, да, сынок, это офигеть. Так, распаковочка тортика. Вот он и красивый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот и закончилась наша фотосессия. Вот так она проходит. Весь реквизит обратно упакуется. Я думаю, получится очень классные кадры. А кадры все сможете посмотреть у Настеньки в телеграм-канале по ссылочке в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы приехали домой, все убрали. Вот так вот, пока, как говорится, бардак. Запустили нашу подругу Китю. Она здесь сейчас все быстро протрет полы, пропылесосит, подметет. Здесь будет чистота. И будем отмечать день рождения. Вот это Настенка заказала. Здесь, наверное, килограмма 4 еды. Ну, плюс супы. Это два только роллы. Еще супы. В общем, родители роллы едят только, когда мы приезжаем в гости. Поэтому чем отмечать? Роллами. Наша помощница, подружка Китти все пропылесосила уже. Вот, ни пылинки, ни соринки. Наш именинщик, любимый. Давай, давай, свои любимые друзья. Нам привезли роллы. Смотрите, как сейчас накроем на стол. Коль дело к обеду, мы сначала будем кушать супы. Заказали. А потом будем уже кушать роллы. Вот такая порция роллов. Любимые с рыбкой, с угрем. Теплые, любимые. Короче, все, как всегда, любимые. Мирончик не отстает. Вливается. Японское день рождения. Японский городовой. На тебе мясо. Хрюшка моя маленькая, она, конечно. Ну, ничего. Голосы не вычисли. Я полный человек. О, это наш парад. Где он взял Ати? У Мирона? Поддайте ему, пожалуйста. Родион. Иди, поздравь. Говорит, дядя, где? Где дядя? Иди, приезжай, говорит. Слышал, он говорит, приезжай, приезжай. Где дядя? Как хорошо разговаривал. И все, убежал. А сейчас я вам расскажу про подарки, которые мы подарили Мирончику на один годик. А на Яндекс Дзене Настенька написала статью, почему именно такие подарки мы купили. Обязательно зайдите по ссылочке в описании и почитайте. Первый подарочек это вот такая пирамидка. Она маленькая, относительно моей руки. Но она и очень удобная. Она прорезиненная, сделана из экологического материала. Ребенок ее может собирать и еще и грызть. Цвет у нее тоже нежный и приятный, как мы любим. Неяркий. Следующий подарок это бизи-кубики, развивающие моторику, движение и прочее. Почему мы купили именно их, тоже почитайте на Яндекс Дзене. Классные, красивые, нежные цвета. И в этих маленьких двух кубиках есть абсолютно все, что есть на досках. На размер. Сами посмотрите. Третий подарок, который давно мы хотели подарить, это вот такой вот зайчик. Игрушка, которую тоже можно грызть. А это очень важно, особенно когда режутся зубки у детей. Она умеет петь, танцевать, рассказывать. Регулируется громкость. Заряжается она от USB, что важно. Здесь не используются как таковые батарейки. Есть кнопочка режимов. Разные звоночки. В общем, такую покупочку мы тоже хотели давно. И вот у Мирончика на годик такая штука есть. Мирончика на годик такая штука есть. Мирончика на годик такая штука есть. Бери мой маленький. Бери мой маленький. Что ты хочешь? Бери вот такой шарик. Бери, бери, бери. Бери, бери. Пробуй! Доброе утро! Синосик, давай, пробуй тортик. Пробуй, мой маленький. Пробуй, пробуй. Это шоколадные яйца. Специальный для этого хремчик. Пробуй. шарики шоколадные они все шоколадные держите такого пробуешь держи пробуйте на столом пожалуйста режем с муранчиком 1 его торт убираем эти штуки на кучу молоде маме побольше режь сынок мама любит сладенькая деду побольше режь дед тоже такое любит спасибо сыночек за твой день рождения зайчик прямо сейчас ребятки все кто смотрит этот видеоролик мы сидим вот так вот в прямом эфире отмечаем день рождения мирончика и решили что прямо сейчас нашими зрителям мы наполним эти бокалы и выпьем за мирончика кто что пьет чай сок неважно вон артемка шарик грызет но это не важно давай фокус-мокус ну как ты накачался видишь сразу оп-оп-оп-оп-оп все друзья надеюсь вы все наполнили наполнили свои бокалы за мирончика с днем рождения сыночка наша бздынь вот так вот вот так вот прошел первый день рождения официальный день рождения мирончика как вам обязательно пишите в комментарии я очень надеюсь что многие из вас возьмут какие-то идеи на свой день рождения точнее не на свой она день рождения своего ребенка это было великолепно вот так вот под стрим под прямой эфир на ютубе мы завершаем этот видеоролик это было очень и очень круто ну правда классно я с вами прощаюсь есть из лайк не поставили в самом начале видеоролика обязательно прямо сейчас поставьте пишите комментарии всем пока и и и и и